МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы – группа компании Генериум. Генериум – лидер российских биотехнологий. Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания «Губерния 33». Это программа «На всю Владимирскую» в студии Екатерины Глазкова. Сегодня в нашей студии необычный гость. Житель Владимира, который сам борется с тяжелым онкозаболеванием, но и помогает другим людям жить и верить в лучшее. С Кириллом мы поговорим совсем скоро, а прямо сейчас губернские новости в программе «На всю Владимирскую». В конце января и феврале дороги улицы областной столицы стали местом битвы коммунальных и городских служб с непогодой. Если неделю назад бороться приходилось со снегом, то сегодня все силы брошены на борьбу с гололедом, жертв которого с каждым днем становится все больше. По улицам Владимира прогулялся Борис Пучков. Травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Именно сюда поступают так называемые жертвы гололеда. Врачи разводят руками. Каждый год одной и той же ситуации не меняется. По скользнувшихся и поломавших себе руки-ноги только в январе больше 60. И февраль, судя по всему, этот отрицательный рекорд побьет. Больше всего страдают это конечности. То есть переломы плеча, луча в типичном месте и лодыжек. Что обидно, страдают люди молодого возраста. То есть теряется очень много работоспособных товарищей. Не достаточно тщательно или вообще не убираются улицы. Не посыпаются песком и средствами, которые против гололеда. С медиками трудно не согласиться. Если центр областной столицы убирается более-менее нормально, то стоит свернуть во двор и все прелести этого времени года, как говорится, налицо. Далеко за примерами ходить не нужно. Улица Подбельского, Кремлевская, Воронцовский переулок, Музейная. Это тоже центр Владимира. Тротуары местами посыпаны песком, но недостаточно. Хотя песок свален прямо на дорогу, на перестечении Подбельского и Кремлевской. Где-то тротуары и вовсе напоминают каток. Вот только передвигаться по такой ледовой поверхности опасно для жизни. В мэрии напоминают, что дворовые территории – зона ответственности управляющих компаний. Если коммунальщики не выполняют свои обязательства, то жители вправе отказаться от их услуг и нанять другую компанию. Последний объезд, который совершал глава администрации города Владимир Андрей Шохин, показал, что в блокнотике у главы образовалось десяток адресов, которые по докладам убираются достаточно прилично, а на самом деле либо не убираются вовсе, либо убираются, что называется, спустя рукава. И вот результаты таких поездок материализуются в решении нашей административной комиссии. С невыполняющими свои обязанности по-прежнему борются при помощи штрафов. На прошлой неделе административная комиссия уже выписала более 300 протоколов. Через несколько дней еще одно заседание. В городской администрации настроены решительно и предупреждают. Если у вас есть жалобы по работе коммунальщиков, всегда можно позвонить по телефону горячей линии. В День влюбленных по всей стране прокатятся лыжники. В главной любительской гонке года лыжни России примут участие полмиллиона россиян. Из них около пяти тысяч – жители Владимира. Для нашей областной столицы это будет 12-й старт. По традиции лыжня пройдет в парке «Дружба». На стартовой поляне будет у нас установлено табло. И ровно в 12 часов мы даем старт на дистанцию 5 километров для юношей и девушек. В 12.10 также высадится на табло. В 12.10 мы даем старт вип-забегу. Так называемый у нас есть спринтерский круг. В 12.20 на спринтерский круг выйдут дети до 10 лет. А завершится официальная часть лыжного праздника 10-километровой гонкой среди мужчин и женщин. По распоряжению Минспорта России в этом году все взрослые должны иметь при себе медицинские справки. Те, у кого справка от врача отсутствует, стартового номера не получат. Их девизом станет выражение «Главное не победа, а участие». На финише всех лыжников будут ждать горячий чай и вкусные сушки. Победителей объявят в номинациях «Самая спортивная семья», «Самый молодой» и «Самый возрастной участник». А вот номинации на «Самую красивую пару» по всей видимости не будет. Регистрация участников уже началась. Во Владимире любой желающий сможет заявиться на всероссийскую лыжню в школе по лыжным гонкам и биатлону по адресу улица Верхняя Дуброва, дом 2, либо по телефону 54-32-96. Также «Лыжня России-2016» пройдет в Коврове, в Муроме, в Суздале и в Вязниках. Владимирским лыжникам в парке «Дружба» не хватает ратрака. Такое заявление на днях сделал комментатор Матч-ТВ Дмитрий Губерниев прямо во время трансляции биатлона «Смешанные стафеты» в Канаде. С просьбой помочь он обратился к руководству 33-го региона. А теперь, к его мнению, присоединились и в школе Олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва. Подробности у наших корреспондентов. Владимирским спортсменам ратрак и правда нужен. Ложня в парке «Дружба» находится в ведомстве спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 по лыжным гонкам и биатлону имени Алексея Прокуророва. Сотрудники готовят трассу дважды в день при помощи снегоходов. Однако получить хорошую лыжню удается далеко не всегда. Сейчас, когда снег подмерз, проблем с подготовкой становится все больше. Если говорить о подготовке лыжни, когда снег мягкий, лыжня мягкая, то мы как бы справляемся. А вот после отцепили, сейчас лыжня целая жесткая, и вот теми приспособлениями, теми снегоходами, которые у нас в настоящее время есть, мы хорошую лыжню не подготовим. Во всяком случае, очень трудно подготовить. К имеющимся снегоходам «Ямахи» и «Бурану» сотрудники школы прикрепляют различные приспособления. В арсенале персонала грейдеры, колеса, гладилки, гребенки. Эти металлические конструкции помогают взрыхлить трассу и проложить лыжню под классический ход. Конечно, с удмуртскими трассами это несравнимо. То есть у нас есть «Рэдтрак», так называемый, который делает трассу по нормальным, стандартным, которые должны быть. И, конечно, тут, которые катают «Бураном» обычным, это несравнимо просто. Сразу все меняется, и скольжение меняется, и техника меняется, и работы никакой толком не сделаешь. Вопрос приобретения для спортшколы «Рэдтрака» стоит давно. Однако эта машина – удовольствие не из дешевых. Ее стоимость составляет от 4 до 5 миллионов рублей. В Владимирской мэрии говорят, что лыжи и биатлон – приоритетные виды спорта. В планах построить в парке «Дружбы» лыжероллерную трассу, чтобы спортсмены летом могли спокойно готовиться к зимним соревнованиям. А на создание проекта «Биатлонные трассы» в деревне Масленьки уже выделено 30 миллионов рублей. А что же про «Рэдтрак»? Хотелось бы, чтобы техническое оснащение школы было бы лучше, но не совсем так, не совсем вручную они. У них есть бураны, те, которые нарезают лыжню. О чем вы сказали, на самом деле это правильно, и мы к этому будем стремиться. Максим Палагин, Дарья Тептилева, Виталий Сергеев, Губерния, 33. Не просто концерт, а благотворительная акция памяти хорошего друга и альтиста-виртуозов Москвы Дмитрия Глебова. С такой целью во Владимир приехали солисты легендарного коллектива. С 2011 года виртуозы Москвы приезжают в родной город Дмитрия Глебова, чтобы исполнить его любимые композиции. Идея организовать мемориальный концерт пришла в голову Виталию Хандресу, коллеге и другу. Когда он ушел летом, потом у меня была депрессия такая достаточно, и потом возникла идея сделать концерт в его памяти, пригласить родителей. Я сделал бесплатный концерт в Москве, пригласил родителей и так далее. Ребята, которые участвовали в концерте, а там участвовал практически весь состав, ну ансамбль. А ребята сказали, так продолжай делать тогда. Все вырученные средства с первого концерта пошли на памятник Дмитрию Глебову. Сейчас выручку с билетов отдают семье безвременно ушедшего музыканта. Глебыч, как называют его виртуозы, навсегда остался в коллективе. Символично, что его инструмент «Альт» звучит до сих пор. В свое время Димка, когда выбирал «Альт», ему предложили «Альт», который был, он говорит, Хандрес, поиграй. Я взял так вот, говорю, Глебыч, я что-то рук не вижу, даже там вот такой длины бывали. Ну Димка высокий был, ему любой инструмент годился. Ну вот выбрал этот маленький, и мне очень нравится на нем играть, я и дома на нем играю. И в концертах иногда я играю там и в Москве, и где бываю еще. 56 лет посвятил одному рабочему месту достоин памятника. Сейчас история Владимирского токаря Виктора Русалимчика активно обсуждается не только в СМИ, но и в социальных сетях. Опытного работника не раз звали на другие предприятия, но даже в свои 75 он остается верен родному коллективу. С мастером золотые руки, гордостью Владимира и всей Владимирской области встретился наш корреспондент Арсений Хуторской. Современный завод – это, как правило, производство серийное, конвейер. Для человека тут всего несколько операций – гайку прикрутить или деталь поставить. Но прежде чем производство превратится в конвейер, каждую деталь нужно исполнить вручную. И этим занимаются люди особые – штучные породы. Сколько вы всего станков в своей профессиональной практике сменили уже? Станков? В том корпусе, там, два, три, четыре. Наверное, штук шесть. Это седьмой, восьмой. Виктору Салимчику 75 лет. 56 из них он проработал на Владимирском электромоторном заводе. Про таких говорят золотые руки. За этим токарно-винторезным станком 16К20. Почетный ветеран Вемза с начала 90-х. Работа под статью ювелирной. Только собирают здесь далеко не украшения. В этом цехе создают прототипы. Детали для будущих электродвигателей. Труд точный, кропотливый. И пока недоступный автоматом. Виктор Дмитриевич, по сути, тот человек, который воплощает в металле замысел инженера. Токарь, он классный, имеет шестой разряд. Любую деталь, которую ему поручаем, он делает спокойно. Самую точную работу он выполняет на участке. И, соответственно, конечно. Ну, а как человек? Он очень нормальный человек. То есть отзывчивый. В любое время может он и выйти, если когда срочная работа. Переехать во Владимир Виктору Русалимчику еще в 60-х годах предложил друг. Хотел поступать в институт, но вместо учебы пошел на завод. Не раз ему предлагали занять должность повыше. Но токарь отказывался. За станком привычнее. В институт, кстати, Виктор Дмитриевич все-таки поступил. В 42 года пошел на вечернее отделение, чтобы совместить учебу с работой. С тех пор с ним всегда есть молодежь, которая учится. Я работаю на заводе год. Ну, общаюсь я с ним хорошо, так как мы рядом работаем. Ну, помогает. Человек хороший в общении, спокойный. Ну, совет дает, конечно, как любой другой человек здесь на заводе. Спросишь, он тебе подскажет что-нибудь. Стараемся делать так, чтобы все же каждый молодой специалист, приходящий на работу, будет это рабочий или инженерно-технический работник, ну, каким-то образом был приставлен к ветерану. Сам Виктор Дмитриевич говорит, что дело даже не в том, чтобы передать знания молодым, а в особом отношении к труду. Вот что передать важно. Заметка о Викторе Иерусалимчике совсем недавно появилась в российской газете. Общественность тут же загорелась идеей увековечить великого станочника. А что, езжи в Голливуде, аллея славы. Почему бы нам не сделать свою? Только будет она о людях, чьи золотые руки создали гордость и славу нашего региона. Свой вариант предложил нам первый скульптор области Игорь Черноглазов. То, что вы видите, это эскиз – макет камня с бронзовыми вставками. В камень он будет служить своеобразной подставкой. Монтируют бронзовые отпечатки ладоней. Изначально слепок делают из гипса. Занимает процесс не больше 15 минут. Затем с готового макета мастер делает уже бронзовый отлив. Осталось лишь поместить работу в камень. Очень много известных, интересных людей, знаменитых людей. И важно просто, как сделать эту, воплотить эту идею и какова она будет. То есть не, может быть, не изготавливая какой-то плагиат, не повторяя какие-то варианты, которые уже есть и в Америке, и во Франции. Нужно сделать какое-то свое решение. Свой вариант придумала и наша редакция. Идея через отпечатки рук дать людям возможность прикоснуться к владимирским легендам потрясающая. Но что если сэкономить на камне и разместить отливы, скажем, на опорной стене козлого вала со стороны золотых ворот? Кстати, если у кого-то из вас, дорогие телезрители, тоже есть идеи, где и как можно разместить новую галерею славы, то вы можете оставить комментарий на сайте trc33.ru. Арсений Хуторской, Виталий Сергеев, Егор Хребко. Губерния 33. Полная картина дня, как всегда, на нашем сайте trc33.ru. А я начинаю беседу с нашим гостем. Напоминаю, сегодня у нас в студии Кирилл Меньшиков. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Несмотря на тяжелое онкозаболевание, Кирилл не просто не впадает в уныние, но еще и помогает больным детям, которые столкнулись с такой бедой, как рак, онкозаболевание. Кирилл, вы объехали множество городов с целью помочь больным деткам. Видели множество примеров того, как они справляются со своей болезнью. Скажите, пожалуйста, что помогает человеку с тяжелым онкологическим заболеванием и с многими другими справляться с этим положением, не впадать в уныние и найти в себе силы бороться? Ну, это вопрос довольно личный. К каждому человеку это уже зависит от самого человека, кто как справляется. То есть есть люди, которые при таком диагнозе готовы повеситься, все уже, скажем так, забивают на себя, что ли. То есть к детям я конкретно с онкологическими заболеваниями мало ездил. То есть я обычно снимаю все, но конкретно видео насчет того, где я был в онкологическом центре с детьми, у меня нет. В основном я езжу в детские дома, коррекционные, реабилитационные, обычные. То есть там все, я бы даже сказал, куда сложнее, чем в онкологии, на самом деле. В том же самом коррекционном, то есть там вот с ДЦП, который вот диагноз, тяжело довольно в таких местах находиться. Первый раз вообще был как-то вот именно коррекционным был там, вот одна девочка даже была обгоревшая полностью, без рук. То есть первый раз у меня был вообще тяжелый, то есть как бы с непривычки. Несмотря на это, дети, они умеют радоваться жизни? Да, довольно-таки простые там представления какие-то ставятся, например. То есть счастье в глазах даже вот совсем тяжелых детей там прям видно сразу. То есть есть вот один мальчик был, в Питер я ездил. 14 лет пацану, он тоже ДЦП, но то есть у него тело, как скажем, парализовано. Но сам он довольно-таки умный, на самом деле, парнем был. То есть он меня там даже узнал из федерального канала, когда приехал. Довольно поражен был тем, как он весел вообще сам по себе. Мы с ним тут переписываем, иногда звонит, я ему свой номер оставил. Веселый парнишка там был, но прям никогда не ожидал, что с таким заболеванием. Настолько, может быть, человек такой, еще 14 лет, но такой довольно умный мальчик. То есть главное настроить себя и верить в лучшее, так получается? Само собой. А вообще в нашей стране существует служба психологической поддержки? В частности, может быть, во Владимире? Понятия не имею. Никогда не обращался, не интересовался. Да, психологические службы какие-то. Я не считаю это каким-то, не знаю, для чего это вообще сделано. Психолог такой же человек, просто с некоторыми какими-то своими знаниями, там, опросики какие-то задать. То есть если человек не захочет, скажем так, смириться с своей проблемой, то никакой психолог ему не поможет. В принципе. То есть тут уже как у кого как, какое мировоззрение. Но вы все равно с этими людьми же общаетесь, вы помогаете им настроиться на лучшее, я так понимаю, да? И как люди меняют свою точку зрения, так скажем, относительно болезни? Да, много примеров у меня есть. Просто приезжаю к человеку, то есть даже разговаривать с ним нужно. Просто вот, например, переписка сначала была в своих сетях. То есть сначала человек один, когда к нему приезжаешь, он совершенно другой становится. То есть вот там на самом деле ты там приехал, там вроде какого хрена там, извините меня, вот к девочке я приезжал в Уфу, 16-летний. Она никак не могла поверить, что я к ней приеду, что последнего не верю, пока я к ней не приехал. Когда я приехал к ней, она разорвелась, обняла. Говорит, до последнего не думала, что ты приедешь. Говорит, какого фига там парень за ты, какой-то парень такой, как ты, поедет в какой-то соплячке за тысячу километров, просто так. Ну вот так вот взял, приехал. То есть она после этого даже вот не разговаривала, не набрала ничего. Человек просто поменялся за секунды. Просто от того, что я сделал. Просто приехал. Кирилл, я предлагаю зрителям посмотреть небольшую историю вашей деятельности в борьбе за жизнь прямо сейчас в нашем сюжете. Настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда копье в спине начинает мешать спать. Написано у Кирилла Меньшикова в его статусе во ВКонтакте. 20-летний Владимирец к пожирающей его болезни относится с юмором. Когда Кириллу поставили страшный диагноз, рак в уныние он не впал. Напротив, цель обрел. За последний год в перерывах между курсами химиотерапии Кирилл успел побывать в Уфе, Тольятти, Сибае, Казани и Питере и помог сотне детишек. Свой проект Владимирец назвал просто «Смогу». Хочу показать на всем примере, что все это пустяк, что подобные болезни это как простуда. Если к ней отнестись как простуда, то это и будет как простуда. Мой проект это путешествие с целью волонтерства. Путешествие не ограничивается совсем, то есть оно будет по всему миру. Активность Владимирца заметили на столичном уровне. Кирилла пригласили на передачу «Пусть говорят», а одно из крупнейших российских издательств собирается выпустить опарник книгу. Однако в январе состояние Кирилла настолько ухудшилось, что ему пришлось приостановить свою волонтерскую деятельность. Он уже не мог ни есть, ни пить. Теперь придется есть шприцом через живот. Из-за дырки в шее. Теперь химия довольно тяжело даваться будет. Не дай бог меня вырвет, попадет в легкое. Теперь у меня открыто легкое, его может вообще разорвать. Ну, я не врач, но уже был инцидент. Для продолжения лечения парню необходимо ехать в Израиль, где ему должны провести пересадку костного мозга, операцию на горле и химиотерапию. Только на обследование Владимирцу потребуется 2 миллиона рублей. А общая стоимость всех процедур, по прогнозам врачей, составит около 16 миллионов. Пока Кириллу удалось найти только 200 тысяч, а лететь в Израиль нужно как можно скорее. У меня очень короткие сроки. Тенег много, много, много надо. Придется мне постараться. Также я надеюсь на вас. Если вы решите помочь, то данные для перевода средств, которые вы видите на экране, можно также найти на нашем сайте trc33.ru. Если собрать нужную сумму каким-то чудом удастся, Кирилл после прохождения всех необходимых процедур планирует продолжить свою общественную деятельность. И, быть может, его мечта поработать волонтером в алтайском лагере для детей с различными заболеваниями и тибетском храме «Тигр» когда-нибудь станет реальностью. Карина Романова, Губерния 33. Этот сюжет на нашем телеканале вышел в конце прошлой недели и вызвал небывалый всплеск интереса у наших зрителей. Кирилл, люди сами очень часто выходят с вами на контакт разных возрастов. Что в основном пишут? Обращаются ли за помощью? Либо поддерживают вас? Ну, пишут достаточно много. У меня несколько тысяч сообщений уже накапливаются. Как бы их я не старался читать. Не в день. Вообще, в принципе, они копятся. То есть, как бы я их не старался читать, они все равно все больше и больше. То есть, сейчас, по-моему, там уже где-то 9 тысяч накопилось. То есть, сообщения разные, короче, бывают. Есть какие-то смешные очень, есть довольно агрессивные, есть с просьбами, то есть странными. Бывает сообщение просто, вот одно сообщение такое. Я завтра умру из-за парня. Все, больше ничего. Какая девочка написала, я не знаю зачем, не знаю почему. То есть, кроме этого, больше ничего. Есть люди, которые написали там, ты там такой, такой, молодец, ты меня вдохновил. Я там сообщения не читаю. Пару дней на своей... Ну, через пару дней сообщение, да ты там такой, ты там пиарщик. Кто-то кем-то себя возомнил, не отвечает на сообщения, что-то там не читает. Не все, к сожалению, понимают, но многие все равно это очень сложно поддерживают. Да, само собой поддерживают. И просят совет, просят приехать. То есть, пишут мне даже, например, тут запомнился один случай, бывают сообщения очень тяжелые, которые, скажем так, как-то оставляют какой-то целет. Ну, такой временный. Писал мне тот человек один, ему там, ну, старенький уже. Много лет уже наркоманец, с мамой живет жена много лет, уже как назад его кинула, уехала. В Россию жить. Вот, сам он не помнит, из какой страны. Написал мне такое сообщение, что вот Кирилл, моя мама, впервые увидела, как я плачу. Увидели про тебя сюжет там на Федеральном канале. Я очень жаль, что я не встретил тебя раньше. Возможно, можно было бы что-то поменять. Ну, в общем, такой трудно написал ей в конце просьбу, чтобы я нашел его жену. Он мне оставил номер в одной социальной сети и передал прощальное письмо. То есть после этого он, к сожалению, на контакт не выходил, не заходил в социальной сети. Его жену я пыталась найти, но, видимо, много лет прошло, и этот номер уже неактуальный был, его жену я не нашел, к сожалению. Таких сообщений очень много, разных с такими вот... Вот, вроде, читая, что вот человек, там, если бы раньше на меня наткнулся, то я смог бы изменить его жизнь как-то. Получается, что люди ищут, да, похожих людей с ситуацией, с тяжелой... Может быть, чтобы выговориться, да, чтобы... Не знаю, странно для меня это все как-то. А как вообще обстоит дело с помощью? Много ли неравнодушных, которые готовы помочь не только добрым словом? Вот именно про таких сейчас поговорим, но и именно с материальной точки зрения? Перечислить деньги? С материальной. Дело в том, что до того, что сейчас со мной происходит, я... Мне много раз деньги постоянно сували, то есть, Кирилл, Кирилл, можно тебе там на твои добрые дела деньги? То есть, я такой человек, я принципиально всегда отказывался, то есть, вообще ни в какую. Я люблю всегда зарабатывать на все сам. Во-первых, тот же сам YouTube, это хостинг, довольно известная такая площадка, на которой делаются довольно большие деньги при определенном количестве, скажем так, аудитории. У меня она не такая, конечно, большая сейчас, но некоторые заработки у меня на нем есть. То есть, помимо этого, разные рекламы там и тому подобное. То есть, я зарабатываю на это сам. То есть, это мои деньги, которые я могу потратить на свои нужды, на свою деятельность и тому подобное. Другое дело, когда мне деньги суют. То есть, неоднократно такое было, но я всегда отказывался. Мне до сих пор не верится, что я сейчас какие-то сборы делаю на свое лечение, то что вот сейчас так все происходит. Не, по-моему, это. Для меня это все очень нестандартно. Ну, все-таки люди, средства на операцию сейчас, когда вот такая ситуация сложилась, они помогают. Да, я за короткое время довольно приличную сумму собрал, несмотря на сам ценник довольно-таки большой. То есть, люди с фондами таких денег за такое время не собирают, а мне тут с моими, скажем так, подписчиками за неделю буквально миллион почти собрали. Просто обычными рассылками. Без всяких фондов, там еще чего-то. Вот. Вот как раз наш зритель. Немножко сейчас коснемся вопросов, которые зрители оставили на нашем сайте. Один из зрителей желает вам скорейшего выздоровления, успешной операции и просит рассказать, как с вами все-таки связаться и как перечислить деньги. Найти в социальных сетях, может быть, да? Да, в поиске, в том же самом вот кукол поиск Кирилл Меньшиков. И сразу просто про меня куча ссылок везде. То есть, никакого труда в этом не составляет. То есть, те, кто желают помочь, могут лично к Кириллу обратиться? Да. И вы все объясните, распишите, если, может быть, кто-то, ну, не скажу, конечно, не доверяет, но люди у нас хотят убедиться во многих факторах, в том числе и фонды, которым нужно расписать, на что и как нужны деньги. Кирилл не единственный, кому нужна наша помощь в городе Владимире. Одному из лучших врачей области требуется помощь. Отоларинголог Сергей Волков уже несколько лет борется с онкологией. Ему необходимо сделать операцию также в Израиле. Давайте поддержим его. Также реквизиты для перечисления средств на операцию врачу областной клинической больницы вы прямо сейчас видите на экране. Также они есть на нашем сайте trc33.ru. К тому же, 13 февраля в городе Радужный в Молодежном досуговом центре пройдет благотворительный концерт «Подари надежды» в помощь 8-летнего Максима Явкина, который заболел раком крови, острый лимфобластный лейкоз. Всю информацию вы можете также найти на нашем сайте. Я благодарю вас, Кирилл, за то, что вы нашли время и силы прийти к нам на эфир. Знаю, что сегодня вы улетаете в Санкт-Петербург на одну из операций. Желаю вам, чтобы она прошла успешно. Ну и, скорее всего, выздоровления. Спасибо. Все новости, в том числе и сегодняшний выпуск, вы можете найти на нашем сайте trc33.ru. Меня зовут Екатерина Глазкова. Я прощаюсь с вами. Увидимся на телеканале «Домашний». Санкт-Петербург Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова